Главный праздник года для тех, кто в битве за урожай. Сегодня республика отмечает День поля. Торжества на десятках площадках в районах. Центр событий в Цивильском районе на опытном поле Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Ради чего прервали уборочную. Инесса Потапова с подробностями. На праздник приехали руководители сельскохозяйственных предприятий, аграрии, да и просто любители огородничества. Два дня плодово-ягодного счастья. На самом деле выставочные стенды с тракторами и сенокосеками, черенками и удобрениями не просто ярмарка тщеславия в ДНХ, выставка достижений народного хозяйства, а титанический труд сотен людей. На этой площадке как раз можно поделиться опытом, посмотреть на делянки. И на этой площадке есть у каждого руководителя, фермера подойти, проконсультироваться. И также проходят круглые столы. Сегодня как раз в преддверии выхода предприятий аграрной отрасли на уборочные работы мы в Севильске, традиционно в Севильском районе проводим День поля, где представлены все в основном производители техники, производители химии, удобрений, научные организации и так далее. За круглым столом серьезный разговор о сельскохозяйственных культурах на Чувашской земле. Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства, Республикой и Объединенной зерновой компанией. Обсудили с экспертами и вопрос приобретения сельскохозяйственного оборудования в условиях тотального взаимопревращения. Настоящий карт-баланш российским производителям. Мы с вами все чувствуем и радуемся тому, что те меры поддержки, которые были запущены в прошлом году, а это возмещение части затрат на приобретение оборудования, техники, скажем так, возымели такое хорошее действие, что у нас существенно обновилась парк техники. Парк техники разного назначения. И это нам позволяет с вами достаточно оперативно реагировать, в том числе на погодные условия. В этом году мы фиксируем, что темпы приобретения техники, они идут нарастающими темпами. Денежные средства в бюджете, которые были выделены на эти цели, как доложил Сергей Геннадьевич, они уже закончились. И поэтому мы приняли решение, часть гранта правительства Российской Федерации, которые выделены Чувашской Республике за деятельность Кабинета Министров в 2020 году. А напомню, эта сумма составляет 455 миллионов рублей. Из этой суммы 250 миллионов рублей мы приняли решение направить дополнительно на такую форму поддержки. Два дня на серьезные разговоры о самом важном для аграрного региона. Уже в пятницу снова в поле, снова в битву за урожай. Неля Юрьевичус, Андрей Шоклев, Республика, Севильский район.